Новое отделение различено на одночасовое размещение 25 человек. Что день за реабилитацией пациентов будут сочить 10 медработников. Существное медицинское обстановление дозволит выкористовывать разностайные инновационные методы келяшения. У их лику, психотерапия, аппаратная физиотерапия, лечебная физкультура, массаж. Иснують усе махшимости для вертания людей до полновартостного ладу життя. Для этих пациентов у нас организовано лечение медикаментозно в процедурном кабинете. Организовано очень красивый кабинет. Выписано достаточное количество медикаментов. Организованы два больших зала ЛФК. Ранейко пройти специализованный курс лечения, мясовые же хоры накировались у Гомель и суседний Жлобин. Зараз здесь снять такие поездки не потребно. Отримать якостную медицинскую допомогу можно по месту жихарства. Конечно, этот объект даст возможность тем людям, которые нуждаются в этом, на месте, окружены будут заботой в этом уютном новом помещении. Ну и, конечно, любое дополнительное создание рабочих мест, койка мест – это всегда движение вперед. Это всегда плюс, это улучшение благосостояния наших людей, это забота о людях. Светлогорский район зарабил еще один значный крок у накерунку повышения якости и доступности медицинского обслугования. Такая тенденция назирается и в других регионах в области. Так, до конца мягучшего года плануется открытие еще двух социально значных объектов – сосудистого отделения худкого реагирования на базе шпиталя инвалидов Айчинной войны в Гомеле и новой районной больницы в Лоеве. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район.